Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 занимает второе место в Германии, по неофициальным данным здесь насчитывается около 17 тысяч человек, то у нас открыты и открываются, продолжают открываться различные школы, центры, кружки, курсы на русском языке и по изучению русского языка на основе частных инициатив. В Мюншине для дошкольного возраста, в Мюншине открыто два детских сада, сада на основе частных инициатив, это немецко-русские сады, куда очень большой, то есть пользующихся очень большим спросом и с очень длинным листом ожидания. На такой же основе организована группа продленного дня с интегрированными занятиями по русскому языку, куда могут поступать ежегодно только 14 детей на конкурсной основе. Большинство русскоязычных детей посещают частные школы дополнительного образования. Только в Мюншине насчитывается около 10 школ, предлагающих обучение детям от 2 до 18 лет. Приблизительно столько же есть центровый школ, групп, которые предлагают развивающие курсы на русском языке для детей только дошкольного возраста. Занятия в школе проходят во второй половине дня, будни во второй половине дня после основной занятий в основной школе, после детского сада и в выходные дни. В зависимости от школы продолжительность занятий для дошкольников варьирует от 30 минут до полутора часов, часов для школьников от полутора до трех часов в неделю. В большинстве школ занятия проходят всего лишь один раз в неделю. Школы отличаются друг от друга как по поставленным перед собой целям, так и по уровню преподавания. Наша школа, школа «Русская речь» основана в 2012 году при культурном центре немецко-русский культурный диалог. И школа насчитывает на сегодняшний день около 500 учеников. Мы предлагаем курсы для детей, начиная от полутора лет до 18 лет. Помимо занятий по русскому языку, мы предлагаем много развивающих курсов. Это и театр, рисование, музыкальное развитие, логика. Вот вы видите на этом плакате такой путь восхождения, да, как начинаются… Представлены здесь занятия для дошкольников, затем средняя школа, старшая школа, и как итог сдача государственного тестирования по русскому языку. На правой стороне вы видите фотографии радостных учеников, четвероклассников. Здесь восьмиклассники, здесь выпускники есть также, которые уже получили свои сертификаты. Здесь представлены на этом плакате как основные курсы. То есть вот зеленая вот эта дорожка, здесь представлены основные курсы, которые мы предлагаем. Также представлены курсы дополнительные. То есть у нас немецкий язык, ну, был сейчас, на данный момент его нету. Русский язык как иностранный, театр, вот то, что я вам сказала, рисование, музыка, логика и так далее. Эти курсы также, так как они все на русском языке, так или иначе способствуют развитию русского языка. Помимо этого, здесь также вы видите вот наверху, это проекты, которые интегрированы у нас в основные курсы. Основные курсы по русскому языку интегрированы, различные проекты, да, такой творческой деятельности, на чем я остановлюсь позже. Помимо того, вот чего на плакате нет, я еще скажу, в связи с, помимо того, помимо вот курсов по РКИ, русский как иностранный, с этого года у нас открылись классы для детей билингвов, чье владение русским языком нуждается в усиленной поддержке. Так как в связи с тем, что стало больше детей с низким уровнем владения языком, так как в основном это уже третье поколение эмигрантов из постсоветского пространства, то есть дети, чьи родители родились или выросли в Германии. Нам пришлось открыть наряду с классами, занимающимися по нашей обычной программе, также классы для детей, как я уже сказала, чье владение русским нуждается в усиленной поддержке, то есть эти классы занимаются по той же программе, но больше упор делается на развитие устной речи в первую очередь. Ну и курсы по русскому языку как иностранному есть и для детей, и для взрослых, где возможно изучение языка с нулевого уровня. Так, сейчас я перейду, я просто покажу вам в картинках немножко из нашей школьной жизни, чтобы вы просто посмотрели. Когда мы основали школу, для нас, конечно, в первую очередь мы обозначили для себя цели, цели и задачи, да, и поставили перед собой задачи, которые мы должны решить, хотели бы решить, чтобы достичь целей. Я сейчас вам просто, я не буду задать на задачах подробно останавливаться, потому что потом я об этом буду говорить и просто перечислю коротко цели, которые были и есть для нас, да, которые важны для нас. Это, в первую очередь, это сохранение русского языка у детей с русскоязычных и смешанных семей, развитие его до уровня родного, как инструмента мышления, самовыражения и творчества. Ну, как мы этой цели добиваемся, я вам расскажу чуть позже. Здесь представлены задачи, потом мы можем вернуться к ним. Вторая цель – это приобщение детей к русской литературе, истории и традициям русского языка. Третья цель – это развитие творческой деятельности у детей. После того, как цели были поставлены, задачи были обозначены, осталось лишь ответить на один, но самый сложный вопрос. Как в условиях, в которых мы работаем, как в этих условиях решить, достичь этих целей, как решить поставленные перед нами задачи. А условия эти следующие. У нас всего лишь 37 занятий в учебном году. Занятия проходят всего лишь раз в неделю. После обеденное время по будням, то есть после основной школы. Или по выходным дням, ну, у нас это проходит по субботам. И в рамках дополнительного образования. Опыт работы наш и непрекращающийся, до сих пор непрекращающийся поиск решений привели нас к формированию следующей концепции школы. Я вам сейчас покажу ее. Мы пришли к выводу, что при такой концепции мы можем идти по пути достижения наших целей. Это системный подход. Это ежедневное выполнение домашних заданий, комплексное преподавание, творческая деятельность и ориентация на тестирование по русскому языку. Под системным подходом мы понимаем исключение случайностей в учебном процессе, исключение ни к чему не привязанных коротких курсов, тем, имеющих единичный характер. Все компоненты системы обучения должны исходить друг из друга, дополнять друг друга и быть взаимовысловленными. Повторение, восхождение от простого к сложному, возвращение к старому, чтобы обнаружить в нем новые признаки, учитывание возрастных особенностей, интересов учащихся. Вот тот путь, который позволяет делать материал для детей интересным, понятным, увлекательным. И, с другой стороны, это, конечно, попытка преодоления дефицита времени. Ежедневное выполнение домашних заданий – также путь преодоления дефицита времени. Изучение языка, как вы знаете, требует регулярности и непрерывности. Поэтому лишь при ежедневном выполнении домашних заданий возможно компенсировать недостаток занятий в классе. Объем заданий рассчитан у нас на неделю. Рекомендуемое время выполнения заданий – это 10-15 минут в день. Здесь, конечно, надо подчеркнуть исключительную роль родителей. В первую очередь, родителей дошкольников и младших школьников, которые должны взять на себя организацию и распределение заданий на неделю. Очень ограниченное количество времени, выделенное нам на изучение языка, да заставляет искать и другие, конечно, возможности для достижения эффективности обучения. Поэтому мы в нашей работе стараемся использовать все возможные каналы поступления информации – визуальные, слуховые и другие. Именно вот эти размышления стали основой для разработки программы комплексного преподавания русского языка и культуры двуязычным детям. Наша программа базируется на понимании механизмов как сознательного, так и бессознательного усвоения ребёнком информации, трансформации её в знание. Поэтому все наши курсы комплексные, начиная с дошкольных, начиная с курсов «Ладушки» для детей от полутора до трёх лет, у нас есть «Ладушки-1», «Ладушки-2», они тоже носят комплексный характер, это раннее музыкальное развитие плюс речевое развитие, и остальные дошкольные курсы все носят комплексный характер. Для школьников, для всех классов школьных разработаны комплексные программы, включающие в себя помимо предметов «Русский язык», чтения и затем литература, также иллюстрирование, музыкальное развитие, история русского мирового искусства, а в средней школе уже история российского государства. Не случайно наши курсы так и называются «Комплексный курс «Русский язык и культура». Здесь я вам покажу пример программы по чтению и культуре для первого класса. Вот, например, тема, которая объединяет все эти три предмета. Волшебный мир поэзии и прозы. Читалки, скороговорки, смешные разговоры, дальше звукоподражания, загадки волшебными прозы. Все на все похоже. «Осень в поэзии» – это вот по чтению темы, и параллельно идут темы по музыкальному развитию. Да, можете здесь увидеть. Также изо, иллюстрирование, аппликация, на что похоже клякса. Это вот все на все похоже, перекликается вот с этой темой, например. Для с первого класса, начиная с первого класса, вот этот комплексный курс «Русский язык и культура» построен следующим образом. Длится он, занятие длится два с половиной часа с двумя переменами. 50 минут мы занимаемся русским языком, развитием речи, затем чтение или, соответственно, литература. И последние полчаса отведены так называемой проектной работе, когда к нам приходит или учитель по музыке, или учитель по ИЗО. Построено это блоками, то есть четыре недели у нас музыкальное развитие сопровождает основные предметы, четыре недели мы рисуем, и рисуем или знакомимся с историей русской живописи в зависимости от темы. Конечно, все, вся эта, на этих проектах, на, как мы называем их, проектами, то есть эти полчаса, когда мы дополнительно занимаемся музыкальным развитием или изобразительным искусством, все навыки, приобретаемые, все умения должны как-то реализоваться. И реализуются они в творческой деятельности, которая является неотъемлемой частью нашего учебного процесса. Это не просто, это не дополнение, это не факультатив, это на самом деле неотъемлемая часть образовательного процесса в нашей школе. Помимо важной для детей демонстрации, обнародования наиболее ярких результатов учебной деятельности в процессе проектной работы, нам удается решить множество других педагогических задач. Вот, мотивация, развитие инициативности у детей, повышение самооценки, освоение культурного контекста, изучаемого на уроках литературы. Сейчас я вам, минуточку, покажу, какие у нас проекты есть, где вот реализуется вся эта творческая деятельность, реализуется в проектах. Это не все. Конечно, у нас бывают и маленькие проекты. Но такие крупные и большие здесь перечислены. Создание текстов подражательного характера, создание книжек-самоделок, художественный перевод, иллюстрирование, театральные постановки, инсценировки, викторийные конкурсы. Я пройдусь по этим пунктам просто. После изучения разных шанров фольклора, литературы, школьники пишут тексты подражательного характера. То есть, придумай считалку, придумай скороговорку, загадку и так далее. Продолжение неоконченных произведений, новые главы к произведениям. Первоклассники, например, сочиняют... Ой, секундочку, я вернусь, потом поперейду. Сочиняют считалки, скороговорки, второклассники-загадки, кумулятивные сказки, продолжение небылиц, третиклассники-волшебные сказки, другие сказки, новые главы к произведениям, пяти- и шестиклассники, рассказы и повести. Сейчас я вам покажу... Минуточку, где же у нас... Вот. Сейчас вы увидите нашу библиотеку, которая за эти годы сложилась. Что мы с детьми сделали за все это время. Вот. Здесь первые вот эти три книжки – это книжки переводов и книжки самоделки. Мы, конечно, не можем не использовать эту прекрасную возможность владения двумя языками. И начинаем уже с первого класса потихонечку заниматься художественным переводом. То есть учимся не просто переводить с немецкого на русский. У нас есть и такой перевод в старших классах. Мы не художественные тексты переводим, учимся. То есть это очень хороший вид заданий на стилистику русского языка, да, как упражнение по стилистике. Но уже с первого класса занимаемся уже с художественным переводом. Во первом классе мы переводим немецкие загадки на русский язык, а во втором классе уже берем простенькие произведения для детей на немецком языке. И дети переводят, с учителем из ЗО иллюстрируют. И потом с учителем же из ЗО вот сами своими руками делают такие книжки самоделки. Это книжки-раскладушки. Ну, старшеклассники тоже переводом занимаются. Вот пятый класс – это Тиль Ольншпигель. Не только переводят текст дети, но и учитель из ЗО рассказывает, им показывает разные виды средневекового орнамента. Вот пробуют орнамент также рисовать. Здесь сказочные ответы на несказочные вопросы. Мы читаем сказки народов мира в третьем классе и пишем наподобие. Тоже свои даем в сказочной форме ответы на несказочные вопросы. Маленькие книжки, вот «Сиреневый теленок» – это книжки «Клумба», книжки с теремками первоклассников. Мы знакомимся с разными вариантами, например. Это как пример сказки «Теремок», потом пишем свои теремки. Вот в центре здесь – это детский путеводитель. Создавали здесь три класса. Работали первая часть «Наш город Мюнхен», где шестой класс переводил части из путеводителя для детей на немецком языке, переводил на русский язык, а во второй части этого путеводителя нашли место, оригинальные тексты учеников, где они описывают места, любимые места в Мюнхене, которые рекомендовали бы посетить российскому другу из России. Мы отправили также, когда уже опубликовали этот путеводитель, отправили в Новосибирск ученикам другого класса, с которыми мы переписывались какое-то время. А вторая часть путеводителя называется «Тайны Мюнхена». Мы проводили экскурсии по местам в Мюнхене, с которыми связаны какие-то легенды или истории таинственные. Затем из различных текстов немецких находили главы об этом, переводили. А второй части этого путеводителя, шестой класс, перевел сагу о происхождении и названии Мюнхена, о возникновении Мюнхена. Вот, я не буду подробнее останавливаться на этом, об этом можно говорить бесконечно. Лучше покажу вам пару слайдов с разворотами. Или вот это сказки, рисунки третьего класса, разворот, сказки, как, что дети делали. Вот одна, тоже один из разворотов, как произошел лунный свет, попытка ответить, дать сказочный вопрос, ответ на несказочный вопрос. Вот, это вот разворот переводов. Вот книжек, про которые я говорила, Мойослик Бениамин, внизу мелким шритов, там не видно, наверное, здесь немецкий текст, а наверху уже в облаке русский перевод. Нет, это я хотела уже бы. Помимо книжек, о которых я рассказала, «Каждый год лучшей работой наших учеников, начиная с 1 по 10 класс, публикуются в ежегодном сборнике «Проба-пера». Здесь лучшее, что мы за год накапливаем, попадает в этот сборник. Это, должна я сказать, такая... Это колоссальная работа для учителей, для художника, который всю эту красоту для нас оформляет. Вот, я покажу вам просто пару слайдов. Это вот теремок очередной. Ну, вот этим мы занимаемся уже в конце первого класса. Мы прочитали, узнали несколько вариантов теремков, вычислили, поняли для себя, что, какие предметы могут стать теремками, как устроена эта сказка. Мы ее называем сказкой-цепочкой. И придумали свою сказку. Вот, а теремком стала вот такая кепочка. Здесь тоже развороты из сборника «Проба-пера». То, о чем я вам говорила, небылицы, пожалуйста. Здесь вот новые приключения барона Мюнхгаузена. Есть традиционные темы у нас. Вот, к ним относятся новые приключения барона Мюнхгаузена. Во втором классе мы читаем приключения барона Мюнхгаузена. Мы разбираемся, то есть, как устроены эти истории, как устроено вранье барона Мюнхгаузена. И создаем такой алгоритм для себя. Потом дети пишут свои истории. Старшеклассники также пишут в стиле сказания. Илья Муромец в школе, летнее сказание. Вот здесь есть два текста. Объяснительная записка от Ильи Муромца и предисловие «Объяснительная записка». И к ним я вернусь позже, когда я буду говорить о подготовке к ТРКИ. Так, и, конечно, кроме перечисленных задач педагогических, такая вот деятельность, вот это такое творческоство, пусть даже подражательного характера во многом, очень-очень способствует приобретению навыков связанной письменной речи, знакомству с различными практиками, техниками письма и применение их на практике, да, что в свою очередь, конечно, является необходимым условием для успешного прохождения государственного тестирования по русскому языку, да, к чему мы потом обратимся, да. В зависимости от выбранных... Я сейчас уже перейду к следующему пункту своего выступления, и потом мы вернемся опять к этому слайду тоже. В зависимости от выбранной программы, от целей, все школы дополнительного образования сталкиваются с той же самой проблемой. Нет критериев оценки. Нет критериев оценки или аттестации знаний учащихся со стороны независимых экспертов. Каждая школа выдает собственные табели, дипломы, не подтвержденные никакой официальной инстанции, что, несомненно, снижает значимость выдаваемых систем, свидетельств также и самого обучения, что, в свою очередь, естественно, снижает мотивацию у учащихся. И, как показывает наш опыт работы, мотивация... Ну и вы со мной, думаю, согласитесь, мотивация учеников играет немаловажную, очень немаловажную роль в преподавании русского языка детям, живущим в отрыве от языковой среды, сочетающих основную школу со школой дополнительного образования. Часто дети сравнивают себя со своими одноклассниками, которые кроме регулярной школы никаких школ больше не посещают, и чувствуют себя обделенными во времени, что им надо еще посещать русскую школу с большим объемом домашних заданий и так далее. Конечно, нам надо их всячески мотивировать. Выходом из сложившейся ситуации стала возможность проходить тестирование по русскому языку, как иностранному ТРКИ, по итогам которого выдается сертификат государственного образца. Наша школа ежегодно проводит подготовку своих учеников к государственному тестированию. С 2017 года школа является официальным партнером Санкт-Петербургского государственного университета в Баварии по проведению государственного тестирования. С тех пор выпускники школ нашей школы и выпускники других школ в Баварии, а также все желающие могут у нас, имеют возможность сдать ТРКИ, а школьники начальных и средних классов сдают тест русский язык в сфере повседневного общения для школьников, разработанный Центром языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета в рамках мероприятий по поддержке русского языка за рубежом. Сдача теста четвероклассниками и пятиклассниками является обязательным пунктом школьного договора, который подписывают школы родители. Без этого теста, без сдачи этого теста нету, ученики не могут перейти в пятый или шестой класс. Сейчас объясню, почему пятый, четвертый, пятый, пятый, шестой класс. Дело в том, что ученики с высоким уровнем языка сдают этот тест для школьников. В четвертом классе те дети, чей уровень владения низкий, они в пятом классе сдают. Если они не в состоянии сдать этот тест, значит цели не достигнуты, значит ребенок или должен остаться на второй год, повторить этот курс или перейти в раздел, то есть на курс русский как иностранный. Наши школьники сдают, четвероклассники, пятиклассники сдают как минимум уровень B1, 30% школьников сдают уровень B2 для школьников, а остальные B1. То есть в договоре прописан уровень B1. Ну, бытует такое мнение, что нет необходимости ученикам там начальной школы, младшей, младшей средней школы, нет необходимости сдавать этот экзамен, так как он слишком все просто, уровень слишком простой, у них русский как родной. Мы смотрим на это иначе. Во-первых, свободное владение языком у детей не предполагает развитой, связной, устной, а тем более письменной речи. На выработку этих чрезвычайно, на наш взгляд, навыков должны быть направлены особые усилия, выработана система заданий, имеющих последовательный характер. И подготовка к таким субтестам, как письмо и говорение, становится важной составляющей вот в этом процессе, так как задания этих субтестов направлены на выявление уровня коммуникативных навыков и умений, что совпадает с нашими целями. Помимо этого, минуточку, сейчас я перейду. Помимо этого, тестирование для школьников русский язык в сфере повседневного общения для школьников мотивирует детей к дальнейшему изучению русского языка, повышает в их глазах значимость изучения русского языка, является показателем достигнутого уровня и служит хорошей подготовкой к ТРКИ, так как в основу тестирования для школьников положена система ТРКИ. Надо сказать, что у нас нет почти учеников, нету, то есть, может быть, единицы по каким-то особым причинам, там расписание не подходит или переезд в другой город. В основном, те ученики, которые удачно сдали в четвертом или в пятом классе, прошли это тестирование, учебу в русской школе не бросают. Это наш опыт. С прошлого года мы ввели еще и промежуточное тестирование для учеников восьмых и девятых классов, сдающих уровни B1, B2, B1 и B2 ТРКИ. Это решение было принято в связи с тем, что между четвертым, пятым классом и десятым классами слишком длинный промежуток времени их. К тому же для этого возраста характерно понижение учебной мотивации, интереса к учебе. В связи с этим мы решили воспользоваться возможностью сдачи экзамена как стимулятора интереса к учебе, как дополнительного рычага воздействия, как школа дополнительного образования рычага воздействия у нас почти нет, можно сказать. Так, проба сил в восьмом классе становится очень хорошей подготовкой для сдачи высоких уровней ТРКИ при окончании школы. Обычно наши выпускники сдают уровни B2, C1, а при появлении большего количества материалов для подготовки, несомненно, будут сдавать и C2. Просто материалов было до сих пор так мало, что мы не знали, как детей готовить к уровню C2, хотя кандидаты, которые могли бы сдать C2, у нас были. Как мы готовим детей в нашей школе, как мы готовим учеников к ТРКИ, и как эту подготовку сочетаем с остальными учебными задачами при таком дефиците времени. В нашей школе подготовка как к ТРКИ, так и к тестированию школьников интегрирована в учебный процесс. Как это происходит? В задания по русскому языку включены такие задания, которые способствуют развитию навыков письменной и устной речи, письменной и устной коммуникации, участия в дискуссии, построения монологов. Для детей начальных классов эти задания построены в игровой форме. Сейчас я вам покажу. Например, образцы. Здесь несколько заданий взяты из книги, из пособия для развития письменной речи Дарьи Куматренко, тетрадь юного писателя. Я этого коснусь, когда буду говорить об учебных пособиях. Также вот. Напиши инструкцию к авру самолету к скатерти-самобрамке. А вырази задание в четвертом классе. Возьми интервью у инопланетянина. Рекламируй волшебные товары. Напиши деловой отчет по сказке «Красная шапка». Шапочка. И сейчас вам покажу, как результат. Лучшие тексты попали, опять же, в пробу пера. Вот «Шоколад мечты», «Литалад», «Волшебный шоколад», «Сенсация», «Мороз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова и видно то так же видно замечательно я вот только не знаю с какого момента во меня не слышали не видели я уже вот успела рассказать про уже успела комментировать вот этот слайд со слова мороженое прекрасно да здесь также вот видите отчет по делу красная шапочка тексты это конечно все прекрасная подготовка к деловому письму для старшеклассников задание тоже строится на материалах взятых из прессы из повседневной жизни используются специально разработанные также конечно типовые тесты но в прежде прежде всего творческие занятия творческие задания вот я сейчас хочу вернуться к к слайду о котором который показывал уже да как при помощи творческих творческой да в результате творческой деятельности мы организуем подготовку к трка и вот объяснительная записка от ильи муромца в такой форме мы это тоже делаем на уроках по литературе старшеклассники конечно же учиться писать сочинение рассуждения по прочитанным произведениям приобретая так тоже необходимые навыки для написания сэ на высоких уровнях трка и домашние задания во всех классах включены тексты для смыслового чтения с вопросами я вот например сейчас вам покажу на как как с первого класса мы это начинаем на уроках по литературному чтению учащиеся младших классах в рамках конкурса для на лучшего читателя параллельно с обязательными для изучения произведениями читают произведения внеклассного чтения с вопросами на внимательное чтение понимание разработанными нашими преподавателями так внимание навык внимательного чтения приобретаем годами с первого класса это задание для первого класса служит очень хорошей основой для удачного прохождения субтеста чтения например чтение паралям конкурса чтецов и сценировки театральные постановки во всех классах помимо художественных целей конечно развивают и навыки непринужденной выразительной речи правильного произношения интонирования является прекрасной подготовкой к субтесту субтесту говорения сейчас я хочу показать вот такой такой фотографиус например инсценировки петрушка иностранец это вот четвертый класс подготовила такой спектакль не только разучивали роли но посмотрите с нашим замечательным художником ксении угер какие маски приготовили дети здесь так как в классе было много учеников 15 человек у нас только ролей не было пришлось сценарий увеличить добавить туда там братьев интернациональных братьев петрушки то пульчинеллу там полишинель и так далее его для всех мы узнали в которых разницу да как они выглядели сделали все эти маски и вот была инсценировка на спектакль был подготовленный это не театральный это не театральный кружок да у нас есть и театральный кружок замечательные театральные студии не могу не показать не могу не поделиться но это не то извините это не театр вот он вот театральный слайд театральной студии на замечательные спектакли два раза в году на новый год и в конце учебного года вот театр театром занимаются охотно все дети дальше просмотр фильмов экранизации по художественным произведениям последующие за этим обсуждение анализ сравнение со с произведениями помогает готовиться к субтесту аудирования таким образом наша программа изначально ориентирована на подготовку учеников к сдачи трк и и даче тестирования для школьников благодаря тому что и и тесты имеют коммуникативную направленность да которая совпадает с направленностью нашей программы в широком смысле ну и немножко технической стороне тестирования да как я уже сказала с 2017 года тестирование у нас проводят доценты и тестеры санкт-петербургского государственного университета я не могу не воспользоваться возможностью еще раз высказать свое отношение свою благодарность тестовому центру потому что четкая блестяще налаженная работа начиная с подготовки заканчивая результатами так выдачи результатов то есть после тестирования максимум на третий день у нас уже есть результаты обычно к нам приезжает любимая нами ирина юрьевна и печёва проводят вебинары для учителей не только нашей школы но и учителей других школ мюнчена по подготовке к экзаменам к тестированию за два дня проводит тестирование в один день там устные тесты другой день письменные тесты и затем не проходит и трех дней у нас есть результаты то есть блестящая работа только так могу сказать не устаю благодарить и радоваться нашему партнерству в конце своего выступления я хочу коротко обратиться к вопросу об учебной литературе которую мы используем большая часть школ мюнхена работает по программам российских школ часть школ работает по пособиям учебникам эркаи и незначительная часть по специально разработанным своим авторским программам учитывающим особенности двуязычия нам не подходит ни пособия которые предназначены для детей проживающих россии не для детей владеющим русским как иностранным такой мы ситуация оказались российские учебники рассчитаны на языковую среду и на очень большой объем занятий неделю объем часов ни того ни другого у нас нету с другой стороны 90 процентов детей посещающих нашу школу владеет русским языком как родным или как вторым родным и поэтому по пособия по эркаи им тоже не подходит для таких детей кто плохо владеет с низким уровнем владения или с нулевым уровнем владения русского языка у нас есть русский как иностранный курс где мы конечно используем пособия для эркаи пособия по эркаи для детей все пособия для детей билингов которые мне до сих пор которые встречались на мой взгляд либо тяготеют к пособиям по эркаи либо носят несистемный характер то есть освещены какие-то отдельные аспекты взяты локальные темы могут быть они могут быть очень хорошо представлены встречаются оригинальные творческие идеи подходы виды заданий однако весь этот масс материал как я уже сказала носит несистемный характер разрознен и если он не вписан в конкретную систему то оказывается к сожалению непригодны я не претендую на исключительную правоту так как изучением всех пособий специально не занималась могу судить лишь по личному опыту то есть то что мне встречалось наша школа решила вопрос с учебными пособиями следующим образом за 9 лет существования школы мы выработали свою программу и работаем по своим разработкам мы берем все лучшее из учебников для российских школ исключаем теоретический материал не дублируем общие общие языковые аспекты темы которые проходятся в регулярной школе на языках на занятия на уроках по немецкому языку лишь останавливаемся на особенностях русского языка в этих аспектах мы также охотно воспользуемся интересными идеями заданиями видами работы спасибо в особе для билингов что я вам показала на образцах но тут очень важно подчеркнуть что все это все перечислено вписано в нашу программу подчинено нашим целям целям которые мы ставим перед собой подчинено целям каждого курса и всей программы да около двух лет назад мы начали выпускать пособия по своим разработкам также хрестоматии для внеклассного чтения дошкольного сектора подготовительный класс для детей четырех пяти лет это хрестоматия первый купе для первого класса для второго класса для третьего класса вот этот тес здесь собраны те самые произведения внеклассного чтения которые дети читают параллельно с обязательными с произведениями обязательной программы и каждому каждому занятию есть вопросы вопросы на понимание и на внимательное чтение нам пока выпустили три хрестоматии для первого второго третьего класса и появится еще четвертого класса хрестоматия как я уже сказала у нас единая программа но при этом мы не ограничиваем творческую свободу наших учителей цели задачи те же самые но идем мы к ним разными путями в соответствии со своим темпераментом своим опытом в этом ограничение нет поэтому вы можете увидеть тут две линейки пособий вот 37 ступенек нины вайтюк это ее авторский авторский курс здесь есть также вот пока вышло для первого класса русский язык в школе и дома для первого класса пособие я хочу сказать что все эти пособия предназначены для внутреннего употребления так как соответствует нашим реалиям служит нашим конкретным целям отражают наше представление о комплексном системном обучение там включают блоки творческих заданий по вырабатыванию навыков различных техник письма и так далее поэтому как бы это только для внутреннего употребления вот ну вот столько о пособиях если будут конкретные вопросы я еще отвечу и в конце хочу лишь еще раз подчеркнуть что концепция нашей школы исходящие из тех целей которые мы перед собой поставили помогает как нам кажется преодолевать те ограничения те трудности которые стоят перед русской школой дополнительного образования за рубежом в частности вот в аварии ну а государственный сертификат государственный сертификат о владении русским языком становится венцом можно сказать пройденного вместе с учениками и родителями долгого школьного пути на этом все спасибо за внимание я могу ответить на ваши вопросы я наверное мне сказали что мне надо нажать там вы пишите о ежедневном выполнении домашних заданий скажите пожалуйста каким образом и когда осуществляется их проверка обсуждение если у вас как вы говорили всего один урок один урок в неделю мы собираем тетради на каждом задании мы собираем тетради выдаем проверенные тетради с проверенным домашним заданием некоторые задания мы ну немного одно два мы обсуждаем в классе или если это творческого характера заданий хочется конечно прочитать свой текст всему классу мы конечно это читаем классе или же после проверки до после проверки очередного домашнего задания мы на следующем уроке просим авторов удачных текстов перед прочитать эти тексты для всего класса это дополнительная конечно домашняя работа для учителей да мы возвращаемся каждую субботу с большой стопкой большим портфелем с тетрадями с домашним заданием которые приходится проверять дома с каким о каком тестировании идет речь я думаю что я ответила на этот вопрос мы проводим и то тестер и трк и для тестирования для школьников а какие книги вы так минуточку мне надо было остановить то какие книги вы предпочитаете переводные или только написанные на русском языке мы берем и то и то например в хрестоматиях по неклассному чтению здесь ведь вот весь второй весь третий класс вся вот вся литература она зарубежная да она не не русская не оригинальная мир приключений потому что приключенческого характера литературы на русском языке для детей она конечно я не говорю что ее нет есть но лучшие произведения это на наш взгляд они ну это например пепельный чулок это у нас видите мэри поппинс этому метроли русскую оригинальную литератору написано русском языке мы проходим как по программе подробно когда останавливаемся анализируем работаем очень подробно детально с текстом может для книжек раскладышку используются какие-то цифровые программы или здесь идет речь только о бумажном варианте да здесь идет речь только о бумажном варианте раньше мы делали такие электронные но сейчас мы делаем только только бумажный вариант тестовых заданий вы не не совсем понятен вопрос каких тестовых заданий если вы имеете ввиду тесты до открытые тесты то я думаю что это не совсем вопрос ко мне или вы думаете или вы имеете ввиду задания которые мы специально готовим я могу да могу напишите мне я могу вам с вами поделиться заданиями которые мы готовим это то есть не в не открытые тесты не задание открыт не сами тесты а задание которые ведут к к тестированию а грамматику и орфографию изучать в каком да грамматику скажите пожалуйста грамматику и орфографию вы изучаете в каком объеме да мы изучаем мы изучаем можно сказать в полном объеме нашей с первого класса весь всю программу российской школы по грамматике орфографии мы проходим 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 мы просто как я уже сказала если это такие темы общие для европейских языков мы их не дублируем мы лишь так ну касаемся их потому что они это проходят подробно в немецкой школе таким образом вот каких-то аспектах немецкая школа нам регулярная школа нам помогает да то есть там например в синтаксисе понятие подлежащий сказуемый объект там субъект как они это называют все это как внешне же не только у нас проход спать мы это нам немножко облегчает задачу не могу вам порекомендуйте учебник для детей билингов не могу к я уже кажется на этот вопрос ответила как у нас все сложилось с учебниками скажите пожалуйста используете ли вы какие-либо в логопедические разработки для уроков с детьми билинговами специальные логопедические разработки не используем конечно находят место у нас какие-то ну виды работ которые используете логопеды но специальных каких-то не используем так и все да я думаю что это все были вопросы ну если больше вопросов нет то я еще раз благодарю вас за внимание и прощаюсь на этом спасибо всем хорошего дня до свидания спасибо